Всем привет! Сегодня 11 июля 2024 года. 8 июля случилась очередная страшная трагедия в Киеве. Погибло много людей, много раненых. Вы все знаете про Ахмадет. Не знаю. По-моему, говорить, обсуждать это бесполезно. Те, кто знает и понимает, и видел, знают и так. Хочу только помянуть всех погибших. Вечная светлая память. А тем, кто это совершил, вечное забвение. Вам придет расплата. Но сейчас не хочу об этом говорить. Потому что об этом говорят на всех каналах. И хочу сделать немного паузу от всех этих событий. Войны, гибели людей. И немножко поговорить на другую тему, которая меня тоже вот недавно зацепила, скажем так. Я смотрю много, конечно, политических блогеров, обозревателей, много таких политических каналов. Особенно эти последние два года. А тех блогеров, которых еще раньше смотрела, и 10 лет назад, и 8, и 5, сейчас практически не смотрю. Как-то, ну, неинтересно стало. Не знаю, может быть, для меня они стали неинтересными. Ну, хотя я смотрю, что для многих они неинтересны. Но появилось очень много обозревателей. И вот, допустим, иногда я смотрю, ну, только одну женщину, да, из России, из Казани. Ну, я смотрю тоже не все, но иногда. И в основном я смотрела только обзоры на блогера из Италии Марину Иванову. Потому что раньше я ее смотрела, когда у нее еще были маленькие дети. Она сама родом из России. Ну, так как у нее отец был военный, его перевели служить на юг Украины. Ну, и, очевидно, родители решили, пока они там обустроятся, дочь оставить у бабушки. И вот до 5 лет она жила с бабушкой, и у нее сохранились самые теплые воспоминания о этом периоде. Мне было интересно то, что вот она русскоязычная, скажем так. У нее трое детей, но двое вот у нее в Италии с ней. Ну, и так как я сама родила вот в Нидерландах дочь, и мне было просто интересно, как растут вот дети в других западноевропейских странах, вот, рожденные от русскоязычных мам. Ну, и плюс у Марины Ивановой, конечно, есть определенная харизма. На тот момент были такие информативные и достаточно такие позитивные, развлекательные видео. Мне было интересно, и я смотрела. Но последнее время мне тоже стало не очень интересно смотреть. И так периодически, иногда на перемотке смотрю. Ну, и вот у этой обзорщицы, потому что, опять-таки, у нее можно узнать о ситуации там у определенного блогера. Ну, вот меня интересовала только эта Марина Иванова. Постольку, поскольку. А всех остальных там Флорида Ялта. Это самый известный блогер, как ее называют, прародительницей русскоязычного Ютьюба. Да, я действительно ее тоже начала первую смотреть. И я тогда поразилась, что человек сидит за рулем, болтает, о чем попало, и его смотрят. Ну, я немного посмотрела, в том и поняла, нет, это не мой блогер. Мне было интересно, как эта женщина. Это, наоборот, старше меня. И она родом из Крыма. И как вот она жила и устроилась во Флориде. Ну, очень быстро стало все понятно. Я, скажем так, интерес к ней потеряла. Ну, вот обзорщица иногда ее обозревает. И также еще там каких-то блогеров, которые там тоже когда-то имели какие-то отношения с этой Флоридой Ялтой. Наталья Фалькон, Лора Сибирячка, или как она там на траке работает. Надзирательница бывшая, тюремная. Ну, и там вот такой вот стиль общения, разговора. В общем, ужасная женщина. Ну, на мой взгляд, субъективно мое мнение. Я на них обзоры не смотрю. И еще там как-то одно время появилась какая-то Марина. Марина Нова. И, ну, мне стало интересно, почему же ее обсуждают. Да, что там такое. И я как-то зашла, посмотрела. Это была квартирантка у той же Люды Флориды. Это достаточно молодая женщина, но уже взрослая женщина. Ей 40+. И вот я когда послушала, я вообще не поняла этого восхищения. Меня хватило буквально на 5-10 минут. Потом я как-то зашла еще разочек, опять-таки. Как-то вот что-то там такой ажиотаж был. И попала. Мне YouTube порекомендовал трансляцию. Но более 5 минут я там не выдержала. Она говорила о маме своей. Она ее так обливала грязью. Это просто, вот вы понимаете, ну, для меня это неприемлемо. Неприемлемо. У меня были замечательные родители. Я на них молилась. Они для меня были лучшими. Они для меня были боги. Потом тоже вот у нас случилось в семье, что отец изменил. И долго он не мог решиться. Как и что. И вот для меня это была трагедия. Но я все равно никогда не винила ни отца, ни маму, чтобы говорить, вот, все мои проблемы. Это вот от того, что в детстве было, что родители сделали. Но вот о чем я хочу сказать, не конкретно о этой блогерше. Она меня просто вот не интересует. А так, поскольку, поскольку, вот иногда слышишь, да, и также там еще обсуждается, это Лена Хэппи. И всеми-всеми она обсуждается. Тоже как-то попала случайно на ее трансляцию. Я ничего не услышала там для себя. Не интересного, не оскорбительного. Какая-то была обычная женщина, которая там показывала там какие-то свои новые покупки. Но потом, как оказалось, у нее там какой-то молодой любовник из Турции. И вообще, ну кому какое дело? Ну хорошо, люди на этом хайпятся. А другие люди это смотрят. Им это интересно. Это их личное дело. Мне это было неинтересно. Что вот меня просто, знаете, вот сейчас... Не могу сказать, что задевает. Скорее, раздражает. Я не знаю, вот это вот слово абьюз, оно появилось не так давно. Абьюз, абьюзер. Ну, может быть, лет 10, да, уже. И вот что меня поражает, что это стало так модно. И особенно вот я заметила вот поколение от 35 до 45. И вот это вот именно поколение, почему-то вот рожденные в 70-х, 80-х годах, и мы все знаем, что потом были 90-е тяжелые годы, они почему-то все обсуждают своих родителей. Они их в чем-то винят. Хотя есть люди и старше. Да, вот у меня, ну, эти старшие, вот моего возраста, они не называют там родителей абьюзерами, но предъявляют какие-то претензии, тоже есть и такие. Вот та мама меня недостаточно любила, та не так одевала, как я хотела, та не покупала пятую и десятую куклу. Вы знаете, я просто вот в шоке. Вот я даже на примере из моего ближайшего круга, скажем так, скажу. Вот у меня есть подруга, приятельница, друг детства. Мы выросли вместе, наши родители дружили, дедушки, бабушки. Ну, в общем, то есть мы жили на соседних улицах, очень часто виделись. Вот у нее были достаточно состоятельные родители по тем временам советским, да, вот в 70-х, в 80-х. Достаточно много зарабатывали денег. Вы все знаете, что я родом из Херсона, он расположен в дельте большой реки Днепр и 100 километров от моря, а лиманы еще ближе, 60-80 километров. Ну, и мое лето не было летом без моря. Мы всегда минимум две недели проводили на море, либо на Черном, либо на лимане, вот там Скадовск, либо Азовское море. И для меня это было вот лето, это обязательно море, да. Она никогда не была на море. Никогда. Однажды ее папа взял в Скадовск буквально там на несколько часов, когда ей было уже лет 12-13. И никогда, у нее никогда не было никаких претензий к родителям. Там не повезли. И не повезли, потому что сами не хотели им, для них это не представляло никакого интереса. И вот абсолютно другая ситуация. По состоянию финансовому, семья вот тоже на таком же уровне, выше среднего, и там мама, как по выражению моей вот знакомой, таскала их по морям. И не у нас, не в Скадовске на залив, да, не Железный порт, не Лазурная, а Ялта, Сочи. У нас, например, в семье, хотя у нас мы тоже было такое, ну, выше среднего обеспечения финансовое, но у нас даже никогда мы не говорили дома о Ялте, о Сочи, и тем более это всегда название этих курортов было созвучно, дорого, богато, шикарно и недоступно. А вот эту мою другую знакомую, мама, каждый год возила, как она говорит, таскала по Ялтам, по Сочи. И у неё до сих пор, да, вот у неё претензии. А мне это типа не надо было. Понимаете, вот насколько разные люди. Но я, честно говоря, я не понимаю, как можно родителям нормальным, да, родителям, это не наркоманы, не алкоголики, как можно предъявлять какие-то претензии, какие-то обиды. То не купили, туда не повезли, это не обеспечили, но все воспитывали детей, как могли, да, по примеру своего детства, своих родителей. Конечно, многие родители старались всегда дать больше своим детям, чем имели сами. И предъявлять претензии, и называть их абьюзерами, и предъявлять маме претензии, что вот папа был недостаточно хорош, и иногда он приходил выпивший, а ты его не бросила, не развелась. Понимаете, это тем родителям, которые купили тебе квартиру, сами из кожи вон лезли, да, всю жизнь пахали, работали. Там не было никаких отношений, там, как вот сейчас часто всплывают, там какие-то действительно абьюзивные отношения, какие-то ненормальные, да, отношения между детьми и родителями. Эти родители оплатили ей одно обучение, она не закончила, передумала, хочу за границу, хочу на дизайнера учиться. Родители снова оплачивают, она снова не заканчивает. И так до сих пор. Это уже взрослая женщина, 40, плюс с ребенком 10-летним. И она до сих пор, она не может обеспечить ни себя, ни ребенка, и все пеняет на родителей. Вот вы знаете, для меня это ужас. Не дай бог никому таких детей. Это просто какой-то кошмар. Это неблагодарная, инфантильная, взрослая женщина, которая еще с претензиями к своим родителям. Да еще, если бы это обсуждалось, обговаривалось в кругу семьи, в тесном кругу, но там этого папы уже нет в живых много лет. И выносить это все на YouTube, всю эту грязь, вот так же, как вот этот сам Велла Дамян. Какая бы эта мать и ни была, но так ее поливать дерьмом на миллионную аудиторию, это просто, ну, это ни в какие ворота не лезет. Вот что вы думаете по такому поводу? Я вот не смотрю таких блогеров, и, ну, могу даже, может быть, это не очень этично, ну, хочу сказать, что у меня вот просто какое-то презрение, понимаете, вот к таким людям. Что вы думаете по этому поводу? Спасибо вам большое за просмотр, и жду ваших комментариев. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!